Ребята, всем привет! Начинаем свой влог с необычного места. Я сейчас в Белиси, в Грузии, и мы на экскурсии только вчера прилетели буквально, а уже сегодня я нахожусь в горах. Мы, кстати, очень рано встали, потому что был выбор либо сегодня экскурсии, либо никогда, потому что мы ненадолго. Я вообще приехала к брату, я бы не видела год. Цель поездки была на самом деле увидеться с братом, но в то же время, естественно, еще и посмотреть Грузию, потому что все хвалят, там природа, и действительно невероятная красота. Вообще, я сейчас вам вот буду все снимать. Мы уже побывали во многих местах, мы посмотрели на водоем, очень красиво вообще. Я сюда фотки приложу. Просто офигенно! Я настолько вот впечатлена, я не думала, что настолько будет красиво. И еще я была в храме недавно, очень древний храм. Здесь невероятная красивая крепость, там можно подняться было, но я там пока фоткалась, в общем, потрогала эти доски. И, в общем, у меня были занозы. Сейчас мы находимся в кафешке. Очень классная тоже кафешка. Это же ресторан. Название, если кто будет здесь неподалеку, обязательно сходите. Вот здесь действительно все вкусно. И хинкали, и качапури есть, все. Ну и вообще, в принципе, вся грузинская кухня. Я еще не успела все попробовать, потому что мы еще вечером сюда будем заезжать. У нас экскурсия на автобусе по дороге, но мы делаем остановки. Ну, как и все экскурсии, в принципе. Эта экскурсия, на самом деле, очень полезна для тех, кто хочет вот полностью погрузиться вообще в атмосферу Грузии и узнать о ней побольше интересных фактов. И у нас очень хороший экскурсовод. Не обращайте внимания, что я вот в такой теплой рубашке, 30 градусов жары. Я ее взяла, в общем, с собой, да, и мне неудобно ее таскать, поэтому я ее надеть решила. В принципе, мне не настолько жарко, вот, а когда вот прям невыносимая жара, я ее снимаю. Я, конечно, могу ее в автобусе оставить, но для фоточек тоже видео пригодится. Я думала, в горах будет прохладный, ветер сильный, но так как сейчас лето, август, вообще даже в горах тепло. Я, конечно, очень рада, что я здесь побывала. Наша группа. Кстати, у нас очень мало человек, не все поехали, и это плюс, конечно же, потому что у нас очень много места в автобусе. Прямо все свободненько. Если хотите, чтобы на вас никто не косился в ресторанах, прийдите, так, покажите лешку, нож, вилку, только руками. Делали еще одну остановку. Здесь вообще дождь обычно, и поэтому мы вот без всяких других остановок приехали сразу сюда. И так уже очень сильный ветер, и все-таки я не зря взяла рубашку, потому что в горах холодно всегда. Ну, зимой-то еще холоднее, наверное, я не знаю, ни разу не была в горах зимой, хотя очень хочу, вот, потому что я обожаю зимние виды спорта, и ни разу в горах не каталась ни на чем. Свежий воздух, я прям чувствую, как я насыщаюсь кислородом. В Сочи была в разок утре, и там была даже чуть-чуть побольше высота, и у меня почему-то голова тогда закружилась. Я даже была немножко теплее одета, чем сейчас, но так как в Грузии прям жара-жара, то нормально. В общем, рубашка вам длинная подойдет, не таки будете здесь. Ну, ребят, это очень красиво, я думаю, вы здесь видите, я снимаю на фоне. Вот, тут еще рынок небольшой, наверное, тоже заметили. Это вообще, конечно, да, Грузия. Меня впечатляет. Мне первый раз, но мне нравится уже. Я думаю, вообще сейчас сфоткаться вот на дороге, пока машин нет. Мы с вами приехали на конвек, тут ливень, Болград, мне дали зонтик. Больше сфоткарей начался. Болград закончился, мы поднялись на вершину. Это храм, ему 700 лет. Очень много людей, потому что дождь закончился. Мы сюда ехали на специальной машине, в Казбек. Сначала было не видно из-за облаков, но сейчас вот стало как-то более четко. Вот так вот все здесь фотографируются, кто как хочет, кто как может. Насколько я понимаю, это самое красивое место для фотографии. И вообще, в принципе, любоваться этим видом. Вот такой вот обрыв. Красота какая. Я вот тут вот так стою, ребят, и мне очень страшно. Дальше это уже все. Погода наладилась, кстати. Солнышко, но все равно ветер, короче, реально, ребята, одеватель теплее. Ну, по крайней мере, джинсовку, видите, с собой. Резко холодно стало, когда мы все выше и выше начали подниматься. Нужно предусмотреть так свой лук, чтобы вы были и вроде как легко одеты. То есть топ вот у меня и шорты. Но в то же время закрыто, потому что если еще посещать храм на этой экскурсии, то девушки должны быть закрытыми. Но это понятное дело. Вот нас пустили и так, без головного упора, потому что был град. Прям вообще все снимали, особенно иностранцы. Ну, для меня это так привычно. Я видела пару раз в Москве такой град, но что я могу сказать, на самом деле, град был действительно сильный. Это больше всего нравится. Локация. Вот туда я, конечно, не стала уже подниматься, но вы и так видите, там все фотографируются. Вот стулечек даже есть. Десять часов вроде экскурсия. Уже вот под конец мы устали, особенно с перелета, но вот просто хочется любоваться и все. Вот смотреть, хочется поесть в кафе, попробовать хинкали грузинские. Все время у нас, конечно, ограничено. В 16.15 мы должны уже обратно идти к автобусу. На некоторых локациях там час, может быть, времени или полчаса. Вот. Иногда там минут 15. Время очень быстро полетать, когда такая красота. Потому что вот просто смотришь и любуешься, хочешь каждый день этим любоваться. Мы приехали с экскурсии. Мы пишем свой свой закат. Нарисающих каналов с экскурсия. И сейчас мы ищем обленный пункт. Мы едем гулять. Казалось бы, надо идти гулять. Но мы едем. И без посторонних людей. Всем привет, ребят. У нас тут небольшой скандал. Do we want scandal now? Случился. Фрик заключался в том, что мы просто хотели вчетвером. Без посторонних людей. Ну, чтобы там просто подняться. Хотя я думала, это дольше будет. Но на самом деле вот это 8 человек. Это слишком много, как у меня. Я думала вообще 6 изначально. В августе, конечно, конкретная жара. Как мне еще сказал брат, он здесь уже год живет. И прямо в августе самая жара. Вот стоять. Красивые виды. Любоваться для тех, кто, конечно, высотой боится, наверное, не очень. Мои куда-то уже убежали. Я тут пока видео снимаю. Такие спуски, конечно, крутые. Я прям боюсь. Понимаете, да, мой настрой? Как бы нельзя говорить никогда, что типа, ой, сейчас это я упаду там и так далее. Тут очень скользко. Возможно, из-за того, что в босоножку. Ну что, вот подарок, давай. Ну что, вот подарок, давай. Я нашла другую зару в другом моле. То есть, в Тбилиси, мол, мне вообще не понравился. А вот в Сити, мол, вообще суперский. Я тут много всего нашла. Сюда и Оиша пижаму, которую вообще в России не найдешь. И такие вот шортики с футболочкой. Я знаю, что у многих есть такие топы. Я нашла очень крутой бондар. Да-да. Привет. Поднимаемся. В таком вот мини-поезде. Очень классно. Все, мы на месте. Парк называется Мутацминда. Мы уже много где побывали. И в крепость сходили вчера. Обычная смотровая площадка. А здесь вот такой парк. Самый такой популярный. Интаркционы. И, говорят, еще здесь очень вкусные пончики. Вон карта. Смотрите, здесь есть американские горки, кстати. Вот. Далеко очень. Кольцо обозрения на самом верху. Для детей тут тоже есть. Скамеечки. Тут можно гулять, по дорожкам ходить. Там еще есть лестница. Будем искать аттракционы. Тут еще, конечно же, есть ресторанчики всякие. Вот я вижу какой-то... Ну, единственный минус в горы идти. Но это везде так. Смотрите, что я нашла. Такой мини-аквапарк для детей. Очень круто. Я, тем более, в детстве вообще обожала всякие эти штуки. Особенно ведро, которое потом обливает. Мы еще только пришли. Дальше будет интереснее. Сейчас хочу мороженое взять. Прям жарко очень. Ну, я магнат буду. В общем, у нас я не видела таких вкусов. Манга и кокос. Прикольно. Прикольно. Не люблю картосов. Зря, не знаю. Оно очень красивое, большое. В основном, конечно, аттракцион для детей. Есть американцы в горке, которые я тоже не люблю. Сейчас наша очередь будет. Скользкая такая штука, на самом деле. Да. За что держаться-то вообще? Так у меня GoPro. Кстати, каково? Мы сейчас туда и поедем. Может, не надо. Держи только меня. Так, ну ладно, мы тогда оба полетим. Просто за тебя держусь ногами. Хоть как-то. Потому что, если честно, стрёмно сейчас будет, мне кажется. Я одной рукой держусь. Убирай камеру. Мы с Владиком... Я тебя не ударила? Ударила. Вот это была подстава. Спасибо, что облили. Амагова. Мне понравилось, но, конечно, да. Немножко перебор был в конце. Хорошо, что в Грузии жара. И я уже почти высохла после того водного аттракциона. Сейчас мы подошли к колесу обозрения. Но вид шикарный. Кстати, вот даже когда я прокатилась на своём любимом аттракционе Биг Бэн, посмотрела на город. Высоко вообще, кайф. Действительно хороший парк. Советую всем его посетить, когда будете в Тбилиси, если... и аттракционы, и красивые локации, и фонтаны, и кафешки перекусить. Мы куклы есть печень. Мы прошли на метро и сучки и решили посмотреть, как ваши работы. Всем доброе утро, ребят, добрый день, не знаю, что у вас, а у меня обед. У меня сейчас 13.36, мы сегодня, к сожалению, улетаем. Напоследок решили сходить в очень классный ресторан, наш любимый, но он закрыт и работает только с трех, представляете? Это для меня было очень удивительно, и мы когда ехали в такси, я не стала смотреть, из-за какого он открывается, потому что я не думала, что он с трех. В общем, очень крутой был ресторан. Здесь приложу фотографии. И официант такой доброжелательный, а здесь такой более официальный, я бы сказала, стиль. Но нет такой, знаете, грузинской атмосферы, потому что здесь даже нет водички, моей любимой на Беглаве. Я для себя открыла новую воду минеральную, я вообще не любитель минеральной воды, но это вообще супер. Критерия освободить номер, и будем собираться, уже чемоданы я собрала. Мы уже в аэропорту, да, как бы это грустно не было. Сейчас будем прощаться с братом скоро, он нас провожает. Кстати, надела джинсовку, потому что в самолёте очень холодно, вот, а пледов там вообще нет. Вот наш чемодан, в котором очень ценные вещи, вино грузинское, довезти бы нам. И тут мы просто с собой взяли поесть хачапури, которые не доели в ресторане. Вот мой брат там стоит. Не хочется с ним доставаться, но надеюсь, мы с ним ещё увидимся в Турции. Буду пересматривать этот влог. В общем, где-то должна быть наша регистрация, но её пока нет. Видимо, мы рано приехали. У Азимута всегда задержки, но надеюсь, что в этот раз и я не буду. Папа пошёл. Тбилиси, вот, аэропорт, кстати. Хороший достаточно аэропорт, ну, нормальный. В общем, что могу сказать про Грузию, мне очень понравилось. Еда вообще потрясающая. Хинкали, хачапури нигде в Москве таких не найти, вот, правда, вообще нигде. Я беру с собой, мне кажется, даже если вот найти где-то грузинское вино, оно всё равно не такое будет. Поэтому приезжайте, ребят, в Грузию, пробуйте. Это действительно нужно приехать, мне бы нравилось человеку, который вообще не пьёт вино. Вот, ну, в общем, да, и, конечно же, природа. Я, конечно, не всё снимала, но старалась. Может быть, где-то что-то было как-то смазано, но это из-за того, что мы как бы с братом, мы с ним год не виделись, и всё-таки нужно было ему больше времени уделять. Старалась ещё вам показать эту всю красоту. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых блогов.